Добрый день! Не знаю, осознаете вы или нет, достаточно хорошо, что мы живем один раз. Желательно для нормального функционирования в этой жизни хорошо осознавать, что мы живем здесь один раз. Что время безвозвратно уходит. И что наши желания, мечты, наши намерения или останутся нереализованными, брошенными, забытыми, оплаканными, или они сделают нас счастливыми, принесут в нашу жизнь радость. Радость от того, что мы чего-то хотели и этого добились. Я лично, вот если обо мне говорить, я лично долгие годы вообще даже и не подозревал. Даже не догадывался, даже мне в голову не приходило. Хотя я, в общем-то, не самый последний с точки зрения грамотности человек, но мне даже в голову не приходило, что успешный, счастливый и состоявшийся человек это когда ты добиваешься того, чего ты хочешь. Вот ты добиваешься того, чего ты хочешь. Вот чего ты хочешь, то ты и получаешь. Вот к чему душа твоя стремится, что твоя плоть, дух, я не знаю, твое естество вот жаждет и ты способен это получить в результате тех или иных действий, значит, вот ты и тебе хорошо жить. Вот это приятно. А вот ты хочешь, а у тебя этого нет, я не имею в виду там тряпки, шмотки там и прочее. Я вообще любые цели. А ты даже не осознаешь, что ты несчастен, вот я так и жил. Это кошмар. На самом деле, это я только потом узнал, что я большую часть жизни прожил в таком состоянии. Я не знал, что человек должен иметь цели и двигаться от одной к другой, от одной к другой, от одной к другой, реализуя себя таким образом. Я просто этого не знал. До тех пор, пока я не прочитал книжку Наполеона Хилла «Думы и богатей». Для меня это как пелена с глаз упала. Это было открытие, это был 96-й год, это уже я уже на пенсии был. Но говорят, лучше поздно, чем никогда. Сейчас я это очень хорошо понимаю, как мне кажется. Но я знаю, что многие люди даже не догадываются. Вот как я жил, я просто работал, просто служил, просто что-то делал в надежде, что жизнь станет лучше. Что лучше? Каким-то образом у меня появится машина, каким-то образом я достигну очередного звания, должности, каким-то образом я выучу детей, каким-то образом я сделаю то, что мне хочется. А как это делать? Что для этого? Ну, как-то само собой вроде. я не подозревал, что нужно знать точно, чего ты хочешь. Потом под это получить специальные знания, то есть, а как этого достигать? Под эту цель. А потом спланировать какие-то шаги, конкретные действия. если надо привлечь людей, какие-то ресурсы, там, то все. И как можно быстрее это получить, новую цель поставить, опять определить, а что надо, чтобы для нее достичь? Ага, надо вот это, вот это, вот это. Если чего-то не ясно, то значит, надо понять, почитать, спросить, узнать у тех, кто это уже делает. Раз, и сделать это, получить, и снова. Для сетевого бизнеса, для сетевого маркетинга, эти знания просто без них нельзя. А я знаю, что 90 с лишним процентов болтаются по жизни, как в проруби известная вещь. Просто живут, ну просто работают, просто стараются, просто продают, просто подписывают. Но это же неправильно. Именно по этой причине большинство людей никуда не приходят. Никуда не приходят, потому что они не сознают, идут они или не идут. Есть какое-то движение к своей цели или нету? Получается или не получается? Хорошо они работают, или плохо? Ничего не понятно. Ясно, что денег нет и все. Вот денег нет. Вот я так думаю, что же такое денег нет? Денег нет и все. Вроде работают, а денег нет. А если есть, то куда-то деваются. Что такое? Карьеры нет. Как был, так 10 лет и пробыл. Что такое? Я ничего не понимал. И так. Может кому-то кажется смешным, то, что я говорю, потому что, потому что мне зомо когда-то казалось-то смешным. Но сейчас, разговаривая с людьми и слушая, что они мне сообщают о своих целях, о своей жизни, о своих неудачах, я понимаю, насколько у них точно такая же, еще может быть, толще, это самая завеса. А на самом-то деле все просто. На самом деле, надо первое, что сделать, надо понять, чего ты хочешь. Ну вот конкретную цель взять просто для эксперимента. Выбрать какую-то конкретную цель. Но если ты в бизнесе, в сетевом, и есть какой-то карьерный какой-то план, или там, я не знаю, ступень карьеры, или промоушен какой-то, в общем, конкретную цель, взять, лучше всего о деньгах говорить, вот взять и определить, я хочу вот это к такому сроку. А потом хорошенько понять, узнать, как это достигается, именно эта цель достигается. Потом взять и сделать это. именно то, что надо сделать. Не то, что нравится, не то, что привык, не то, что всегда делал, работает оно или не работает. Большинство так и делает. А я так всегда работаю. Даже не понимая, что оно никуда тебя не ведет. Вот взять и сделать так. Есть ли вот это вот простейшая вещь? Вот я сейчас вот говорю об этом, и мне кажется, что многие люди послушав скажут, ну а что он воздух сотрясает? Это всем понятно, это само собой, это так и ясно. Но если проанализировать наши с вами действия, вот в любой сфере нашей жизни, то именно так и происходит. Мы не ставим четкие цели и не устремляемся к ним, осознав, каковы они и поняв, что это именно нам надо. Не устремляйся со всей страстью, делая только то, что ведет к этой цели. Не отвлекаясь ни налево, ни направо, ни на то, ни на это, а вот только вот так, вот к этой цели. Раз, есть, получил. Ты этого же хотел, получил. Почему получил? Потому что ты понял, чего ты хочешь, как этого достигать, что для этого надо делать, и ты это сделал. Когда ты хочешь чего-то и не делаешь, то причина такая, ты не понимаешь, а как это? А что для этого надо сделать, какие сроки, что будет, когда я это получил? Вот почему люди так живут. Хочешь ты купить машину, нужно только понять, какую и когда. Сколько она стоит? Все, больше ничего не надо. А дальше уже дело техники. Это постепенное такое вот понимание ко мне пришло. Я еще тогда ничего не осознал, я помню, я купил одну из своих первых машин таким образом, восьмерка Жигули. Я настолько сильно захотел, настолько осознал, настолько ее увидел, настолько проникся этим страстным желанием, что я даже не понял, как я ее купил, у меня абсолютно никаких денег не было. Просто не было денег, и взять их было неоткуда. Просто неоткуда было взять. И возможности купить эту машину, просто не было. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я через месяц или два буду иметь автомобиль, я просто в лицо рассмеялся, потому что у меня просто не было денег. Она стоила там 8 621 рубль 50 копеек, я хорошо помню. Ну, примерно вот такие же в долларах деньги сегодня. Где я мог взять офицер такую сумму денег, когда я зарабатывал 400 рублей или 5? Даже намека не было, но я настолько сильно... Обстоятельства так сложились, я не буду сейчас вдаваться в детали, обстоятельства сложились так, что я просто спать перестал. Я просто представлял, дали мне этот большой развертый такой альбом с этой машиной, со всеми ее внутренностями, потрохами. И я разглядывал ее часами. Ночь, а я не могу спать, потому что я так хочу эту машину. Вот я так захотел эту машину, что и сложилась цепочка действий, которые я совершил. Это были героические действия. Мне было бы лень, мне было бы неохота, я бы не верил, я бы не смог это сделать, если бы я сильно не захотел. Я довел себя просто до истеричного состояния. И не сам, а просто так обстоятельства сложились. Выпал случай, если бы я его не использовал, то я бы никогда не имел этой возможности. И потом, опираясь на этот опыт, я понял, что я понял, что все можно достичь, если ты сильно хочешь. И главная работа состоит в том, чтобы разжечь в себе этот огонь. Итак, подвожу вас в главные мысли. Большинство не преуспевает, потому что не знает, чего он хочет. Если он знает, то нечетко, размыт. А поскольку ты точно не знаешь, чего ты хочешь, то ты не можешь сделать самое главное. Раздуть в себе этот огонь, разжечь в себе это страстное желание, раскочегарить в себе эту страсть до такой степени, чтобы ни жить, ни пить, ни есть, ничего не хотелось, кроме того, что ты вот, о чем ты мечтаешь. Чтобы мысль о том, что ой, мне неохота делать, а справлюсь я или нет. Это надо идти, это надо звонить, это надо разговорить, чтобы это даже в голову не приходило. Это как бы само собой. Настолько ты устремлен к тому, чего ты хочешь, что все, что впереди, все эти препятствия, которые обычно человек обдумывает, обмозговывает, предусматривает, пугается их и никуда не идет, потому что он не хочет по-настоящему, чтобы это даже в голову не приходило. Настолько ты хочешь, настолько ты себя заразил этим, настолько в это вот бацила, этого желания попало и разрослось в тебе, что ты ничем другим не можешь заниматься, ни о чем думать. Это работа, это и есть работа. Все начинается со страстного желания. Все начинается со страстного желания. Кто вот это поймет, тот будет успешным. Кто этого не поймет, не сделает это, ничего не добьется в жизни. Ну так, по-барабарахтается. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо.